Видео переведено и озвучено по инициативе и организационной поддержке сайта Лесосад golesosad.com. Семена и саженцы редких растений. Трансформация, происходящая на землях Эфиопии, основана не только на разумном партнерском подходе к климату, но также и на соответствующих технологиях их сохранения. Под патронажем программы экологически устойчивого землепользования используется набор нескольких методик. Перед вами шесть лучших из них. Каменные насыпи создают вдоль контуров склонов холмов. В этих низких каменных стенах нет ничего нового. Земледельцы строили их столетиями. Но эта традиция, признанная особо ценной и расширенная ради большего эффекта. Немного почвы насыпается поверх террасы, что задерживает осадочные породы в текущем по склону потоки воды. С течением времени земля накапливается, формируя террасы обычного типа. Это требует усилий, но там, где камней много, как в Теграе. Это хороший вариант. Более того, каменные насыпи многофункциональны. Их можно применять на пахотных землях, а также для восстановления пастбищ. Ступенчатые террасы — недавнее нововведение, вдохновленное поездкой на восстановленное лесовое плато в Китае. Эти широкие террасы произвели сильное впечатление на гостей из Эфиопии, смоделировавших увиденное по возвращении домой. При тщательном подходе такие террасы задерживают больше дождевой воды, в то же время лучше укрепляя почву. Но их сооружение — тяжелый труд и требует массового участия местных сообществ. По этой причине их применяют только если ожидаемая отдача высока. От ценных культур, вроде овощей и фруктов. Земляные насыпи — вариант там, где нет камней. К примеру, в округе Аромия. Здесь земля — простейшее решение для создания контурных барьеров. На насыпях сажают травы, чтобы укрепить их. Травы дают дополнительные преимущества. Они служат кормом для скота. Выше насыпей выкапываются траншеи. Они задерживают воду, которая проникает в почву для лучшего роста растений. Разметка насыпей по контуру холмов требует аккуратности, иначе их может размыть. Защитные дамбы предотвращают размыв почвы там, где формируются овраги. Или, если русла ручьев становятся глубже. Там, где овраги невелики, просто насыпают камни. Если они крупнее, лучший эффект дают габионы с камнями. Защитные дамбы строят, чтобы вода не могла течь, минуя их. Края стен врезают в склоны оврага. Посередине формируется водослив. Это обеспечивает контроль потока воды и задержку осадочных пород. На дни оврагов сажают травы и деревья. Растительность исцеляет шрамы в земле и делает ее плодородной. Микроотстойники хорошо известны в Африке. Их применяли с большим успехом в Буркино-Фасо и Нигере, где их называют полумесяцами. В Эфиопии они также ценятся за задержку дождевой воды. Микроотстойники сооружают из земли или из камней. Они бывают как очень маленькими, так и до нескольких метров в радиусе. Самые крупные строят с дренажными ямами перед насыпью, чтобы потоки воды успевали проникать в землю. Текущая по поверхности вода задерживается. Ямы заполняются, наполняя влагой почву вокруг них. Это помогает прижиться страждущим от жажды саженцам деревьев и восстановиться травяному покрову. Поток также сдерживается микроотстойниками, задуманными, чтобы позволить избытку воды течь дальше вниз по склону до следующего ряда сооружений. Некоторое количество дождевой воды проникает ниже уровня корней, наполняя колодцы у подножья склона. Глубокие траншеи используются для орошения саженцев деревьев. Их выкапывают на крутых склонах, где скальное основание глубоко под землей. Траншеи расположены поперек склона, на небольшом расстоянии друг от друга. Их делают глубокими для задержки воды. И деревья сажают на насыпи или на ступеньки в траншеи, где их корни могут пить собранную дождевую воду. Каждый из этих шести способов – каменные насыпи, ступенчатые террасы, земляные насыпи, защитные дамбы, микроотстойники, глубокие траншеи, а также и другие – имеют общую цель – не дать потоку воды смыть слой почвы и задержать дождевую влагу в ней. Они помогают заново озеленять ландшафт и приносят прямую пользу землепользователям. Преимуществ огромное множество. Но самое главное, что народ Эфиопии пожинает заслуженные плоды своих усилий. Семена и саженцы редких растений Создавайте свои пермакультурные проекты и лесосады с нами! Перевод Святослав Макаров. Голос за кадром и видеомонтаж Сергей Горин. 2019 год.